Мои коробки Не, надо сюда оденеться Коллеги, мы продолжаем нашу встречу Присаживайтесь, пожалуйста, на места Да, давайте продолжать нашу дискуссию У нас еще целый блок вопросов Которые касаются создания и развития индустриальных парков Мы сегодня должны еще обсудить В принципе, затронули и начали обсуждать Вопросы инфраструктурного развития индустриальных парков По бизнесу Я бы, наверное, сейчас хотел бы начать Эту сессию вопросов немножко с другой тематики Не напрямую, не касающихся индустриальных парков Но если мы говорим про локализацию производства российских компаний и иностранных Зачастую В рамках этой политики локализации и импортозамещения Которые у нас сегодняшний день Реализуются Есть ряд инициатив В том числе и специальные инвестиционные контракты И требования к локализации продукции Производителей, которые имеют статус Отечественные производители И здесь тоже есть определенные особенности Реализации таких проектов Вот наш коллега Тимур Субиков Из Особоэкономической зоны Суперных парад Они особенно активно Как Особоэкономическая зона Работают с иностранными инвесторами И есть предложение касательно Совершенствования механизмов Подтвердения отечественного производства Тянув мозг в режиме 5-7 минут И попросим коллег От Минпрома прокомментировать Я думаю, что у нас не вернется Можно отраться Хорошо, как слышали Добрый день, уважаемые коллеги Попытаюсь кратко Хотел бы прежде всего Пугадать Министерство Эдинамического развития Минпроматорг и АИК За содержательную дискуссию За то, что они нас здесь собрали Образовательное предприятие Проблемы очень острые Не могу себе не позволить прокомментировать Одно из предложений Вот Айрата По поводу Наделения управляющих компаний Статусом Отдельного муниципального образования На самом деле Звучит фантастически Но на самом деле Это в концепции Того же Тирюза Гегеля Создание вольных экономических городов И уже есть эти примеры Допустим, в Дубае Есть Специальная экономическая зона Которая на 120 Гектарах земли Разместила уже за 10 лет 2400 резидентов Это финансовые корпорации Международные У них есть свой суд Свой регулятор банковский И они руководствуются На территории Дубая Английским правом То есть на самом деле Это будущее развитие Территории социального режима И на самом деле Это не фантастика Хочу вернуться к теме Здесь было много Очень дискуссий По поводу проблемных вопросов Развития индустриальных парков И я убежден Надеюсь, вы разделяете Мои убеждения В том, что Большинство К решению большинства Этих проблем Лежит на самом деле Правильном Увлечении Инвесторов Прежде всего Иностранных инвесторов Те индустриальные парки Которые этим вопросом Занимаются профессионально Они соответственно Имеют преимущество На сегодняшний день Хотел бы заострить Ваше внимание На проблеме Того, что у нас На текущий момент Отсутствует Очень востребованный И очень нужный Механизм регуляторный Не финансовый А регуляторный Механизм поддержки Локализации Иностранных Производств И привлечения Иностранных инвестиций Денис Иванович Наверняка знает Хотя это не совсем Ее плоскости Что с 2015 года Минпромторг В 719 постановлении Сформулировал Ключевые критерии Для локализации В определенных Ключевых Для российской промышленности Отраслях И основные критерии Это собственно Соблюдение процентной Доли иностранных комплектующих И осуществление На территории Российской Федерации Иностранным инвесторам Определенного количества Технологических Производственных операций Так вот Эти критерии На самом деле Сент-19 предусматривало Такое поэтапное Увеличение Доли локализации Но сегодня Мы уже пришли к тому Что срабатывают Верхние шапки Вот этих вот критериев И любой иностранный инвестор Который приходит На российский рынок Он говорит Что да Мне там в принципе Нужна инфраструктура Мне в принципе Нужны там Нерокодежки Но это не главное Главное Это дайте мне Доступ на рынок Вот Единственным механизмом Который В условиях Вот этих критерий Для этих компаний Которые в этих отраслях Работают Который позволял Вам получить доступ На рынок И доступ Кстати К очень большому количеству Мерковосподдержки Это был Механизм Специальных Кондиционных контрактов С 2015 года Было заключено 45 спиков Добрая половина Из них Иностранные инвестиции А в этой половине Половина Это те компании Которые шли за этим инструментом Только для того Чтобы получить Возможность Воспользоваться механизмом По этапной локализации В чем заключался Этот механизм Механизм заключался в том Что инвестор Садился за стол Переговоров С Минпромторгом И говорил Мы хотим Выполнить те критерии Которые Вы от нас просите Но мы Не можем это сделать Прямо сейчас Дайте нам отсрочку В три года Мы проведем Инвестиционную фазу Нам вполне этого достаточно будет И давайте согласуем Немножко более мягкие критерии И согласуем Наши обязательства В итоге Их выполнить Это приложение Результат Переговоров С Минпромом Ложился в основу Специального Минпромного контракта И инвестор Комфортно Заходил Со своей локализацией И в итоге И ее выполнял А те инвесторы Которые ее не выполняли И существовало Истинное выполнение Они сразу же Привязывались К процедуре штрафа На сегодняшний момент Механизм Отсутствует С июля Прошлого года Хотя президент Подписал В августе месяце Федеральный закон О специальных Конвенционных контрактах Но по каким-то причинам Тот драматик Который реально Позволяет ему работать Она застряла На уровне Согласования В правительстве Когда она выйдет Мы никто Как бы не знаем Но Здесь наверное Тоже хотел бы Обратиться В Денисо Что С поисбы Может быть Летоксвиличского В понедельник Вот как Виталий Павлович Там Для предложения Настолку юрирующего Министерпенера Чтобы этот вопрос Тоже Не остался Ни без внимания Потому что Траматик Готова Она уже на согласование В правительстве И просто Нужно рассмотреть Теперь собственно К моему предложению Предложение заключается В том Что Да Есть механизм Специальный инфекционный контракт Который в текущий момент Не работает Это регуляторный механизм Внутри Внутри механизма СПИКа Вот Локализация Соплодательным условием Это не финансовая Мероподдержка Соответственно Что мешает Распространить Ее Ну Во всяком случае Специальные Режимы Для Поднимательской деятельности Вот допустим Особые экономические зоны Например Особые экономические зоны И Определенные индустриальные парки Которые соответствуют Определенным критериям То есть Становясь резидентом Допустим Особые экономические зоны Компания В любом случае Подписывает Инвестиционное соглашение По сути Это специальный инвестиционный контракт В этом инвестиционном контракте Есть ряд обязательств И там уже предусмотрены Штрафы За эти невыполнения На самом деле Чтобы Обеспечить доступ Резидентов Индустриальных парков Особых экономических зон К этой Подчеркнули Не финансово Регуляторной Мере поддержки Нужно внести Изменения В 3-4 Нормативно-правых акта Прежде всего В 819 Постановлению правительства Просто прописать Что статус Российской продукции Не только на основании СПИК Получается И на основании Выполнения Критерий На основании То, что у вас Есть инвестиционное Соглашение В особой Экономической зоне Или в индустриальном парке В котором Есть зафиксированные Обязательства По выполнению Этих критериев И Подреуляторик Будет заключаться Только в том Что Минпром Поскольку Тема Уэза Это Минэкс Это тема Минпром Просто участвует В межведомственной Комиссии Которая Согласовывает Эти условия И инвестор По сути Говорит Минпром О том Как он собирается Выполнять Эти критерии По локализации Примеров Таких проблем Достаточно много Я уверен Что этот механизм Очень востребован Я могу привести Пример Сергей Николаевич Васьин Он уже ушел Наверное Куда-то Но В свое время У них был И есть Проект Компании Датской Компании Еспос Который Не реализовался Если бы В тот момент Не действовал Механизм Специального Венционного Контракта Который В итоге Заключили И вот Этот механизм По локализации Сейчас есть Огромное количество Иностранных Компаний Которые говорят Окей Мы согласны На критерии По локализации Мы согласны Инвестировать С компанией Которая хочет Инвестировать 50 миллионов Евро Но Проблема в том Что Пока мы будем Инвестировать Мы не можем Здесь продавать Компаниям Которые Которые Наши продукции Очень востребованы Но они не могут Ее покупать Потому что Мы не российские Соответственно Дайте нам Отсрочку На инвестиционную фазу Мы будем Иметь доступ К рынку И при этом Будем инвестировать Если мы Какие-то свои Обязательства Не выполним Оштрафуйте Нас так Чтобы нам Мало не показалось Скажу даже больше Мы эту тему Уже В Минпром Так или иначе Через Министерство Экономического Редения Отправили Получили На прошлой неделе Ответ Департамента Статистической Кооперативной Политики Статистическую Комментация Сосвоится К этому На самом деле Она не очень Понятна Не понятно Не только Мне Есть специальный Инвестиционный Контракт Окей Есть же И другие Форумы Поддержки Особой Экономической Зоны Там точно Такой же Инвестиционный Контракт Давайте Сделаем Просто Там Такое же Приложение Как Спики И не будем Обязывать Компанию Заключать Два Договора А заключение Договора Это От шести До года Специальный Контракт Если по практике Он заключался От шести Месяца До года Компании Просто Не понимают Почему Мы должны Заключать Два Соглашения Одновременно Которые Уписаны Одно Итоже По сути Ответ Был Такой На самом Деле По Этому Вопросу Есть И поддержка Всех Особо Экономических Зон Здесь Не буду Собрать Коллеги Сидят Мы С этим Вопрос С ними Обсуждали Есть Поддержка От Акита На Финальном Заседании Мы Эту Тему В Резолюцию Внесли Надеюсь Что Будет Поддержка Таипа Есть Понимание От Министерства Экономического Развития О том Что Да Такая Вера Возможна Есть Даже Предварительное Согласование Поддержки Вопрос Если Нужно Это Ввести На Документальный Уровень А Еще Удержка Трэц Который Говорит Окей Мы Вообще Поддержим Если Мы Еще Инвесторов Внесем Туда Минимальные Обязательства По экспорту Получаешь Рынок Но Обещаешь Что 20% Своей продукции Будешь Экспортировать Я хочу Просто Свести Все К одному Государству Не терять Ничего Государство Только Приобретает Вкладывать Ничего Не нужно Для финансовой Мероподдержки Но При этом Сейчас Как В юридической Практике Есть Такое Понятие Упущенная Выгода У государства Сейчас Возникает Упущенная Выгода Из-за Того Что Регуляторика Вот Здесь Немножко Как бы Требует Корректировки Поэтому Призываю И Министерство Экономического Развития Министерство Помощной Торговли Еще раз Обратить Внимание На эту Пробленку И Предложение Сообщества По этой Семьи Спасибо Большое Спасибо Тимур Не буду Старать Показать Тимур Чтобы Опять Насобладать Никого Места Действительно Интересное Предложение Мне кажется Оно частично Повторяет Те предложения Которые Сергей Валерьевич Образначил Часть Уравнования Парков С То что Вы предлагаете Автоматично Заключение С Пика В случае Сканшения С Сканшения Возвращения Тоже Интересно Вопрос Наверное Не очень Он Наша Дема Я могу Прокомментировать А вы Письмо Официально Получили Да Пром Да Как это Бюрократически Органировать Тема Крутая Мы ее полностью Поддерживаем Давайте Сделаем Но Так Скажем Документально Вот это Все Нужно Бюрократично Обсудить Как это Правильно Провести Сейчас С 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 Мы Проговорим Как это правильно сделать Посоветуем Что в месяц Проговорим Здесь Что Прикольно Хорошо Подзывание И И Вам будет Благодарен Очень Большое Количество Иностранных Филии Мы Просто Одним И Поняли Как Либо И Департамент Департамент Который Незаврен Поставление Задим Продолжение Поправить Но Если Не С Незаврить а если поскольку здесь затрагивался еще вопрос относительно спиков судьбы с пиков но 5 она в том числе мы живем в той парадигме что сейчас одновременно идет мощное движение и уничтожил госдуму законопроекта защите пищевых товаров и в принципе он закладывает еще больше преференции он более так скажем интересный на самом деле присоединились к обсуждению лучше еще вот этого законопроекта потому что туда том числе сейчас уже мы погрузили индустриальные парки технопарки как возможность напрямую получать поддержку случая заключается закон в рамках закона соглашение федерации есть там конечно некоторые исключения потому что в первую стену для крупных инфраструктурных проект как низейская сила не знаю там большие коммуникации на дороге тащить и инвестор я готов сам построить но предполагать что в 1111 погрузится это мера поддержки именно для закона о защите причинения капиталов вложений с последующей но естественно под это нужно были поправки бюджетный кодекс сделал поскольку до бюджетной месяцей с федерального бюджета надо будет на баланс просто вы что поставить какую то есть безусловно будет обязательство конце срока когда уже отбила деньги инвестор все за счет налогов дорога построены коммуникации построены что это возможно вроде как передано субъекта федерации муниципальные образования на обязательное пользование чтобы мог там могли и другие объекты этим объектом инфраструктуры пользоваться поэтому для парков возможно нужно внести дополнительные исключения как чтобы это более комфортно было прямой просто получить построить получение государства и не отдать потом невозможно из-за того бюджета и это просто бюджетный кодекс не позволяет сделать те поправки которые максимально удалось продавить это все раз облагательным условием передачи в общественной пользы но тем не менее закон о проекте на защите причине капиталов вложения удовольствия редакция на правильном вчера сегодня идет совещание у иванова по этому вопросу сам законопроект в воздухе уже на втором чтении и принципе мы и депутатский корпус просили помочь что-то не факт вы отключили на соответствующих комиссиях я скину вам посмотрите нам только единственно срок вы разошлите это на понедельник дать обратную связь очень очень активно связь с уфином давайте посмотрим может корректно ждали на вас только особенно успеет до конца до конца на своего рабочего дня что-то приготовить но действительно это может быть очень интересно если получится интегрировать мы можем все получить какие-то выгоды ну так быстро довольно и непринужденно решаются вопросы по новым институтам изменениям спасибо большое за классно интересное предложение посмотрим как это будет работать на следующем следующем году мы доложим получилось или не получилось договорились через год доклад от Тимура как все работает Егор у тебя были предложения в этом касательно статуса управляющих компаний и процедур какие ты видишь инструменты на улучшение положения на управляющих компаний это как координатор пробуем коллеги, добрый день тема она конечно актуальна и про индустриальные партии и про ставство управляющих компаний но у нас если мы не сможем все-таки переговорить с какими требованиями к индустриальным паркам я думаю что вся остальная конструкция которая касается мер поддержки статуса резидентов льгот инвестиций отчетности она может быть неустойчивой и в одно время она может просто упасть значит думаешь немножко у меня есть да сейчас помоги пожалуйста я понял что у нас что то вам это я вам пытаюсь его размозить сейчас там на принципе немножко включает а потом нет летел и стал надо масштаб сделать ага все есть значит ну экскурс в истории небольшой то есть первые индустриальные парки в России в начале 2000 спустя почти 10 лет даже чуть больше ассоциация утвердила требования точнее стандарт к индустриальным паркам который жил собственно в течение двух лет пока не был принят гост не были принят и как бы не был принят закон о промышленном политике который заложил основные базовые требования но спустя год это были утверждены требования в постановлении проекта который мы сейчас руководствуемся то есть по факту коллеги обращаем внимание что сейчас есть два документа которые определяют требования к индустриальным паркам да они приняты разными городами власти на процентах наверное 99 они пересекаются но тем не менее как бы документа два и вот что нам это дает это собственно говоря это была статистика по индустриальным паркам взятая из разных источников из ассоциации индустриальных парков и с гисипа и на гисипе у вас висит старое место почему-то утром на сегодня данный специально проверял по как бы данным гисипа у нас трех-шесть парков личного реестр а не 70 информацию нужно бы тоже обновить но это тоже наверное какая-то ошибка по как бы исходя из общей данной статистики значит что у нас есть сейчас у нас есть 227 индустриальных парков по значит данном ассоциации и 210 по данным гисипа из них 38 прошли сертификацию и 70 прошли аккредитацию на соответственно требования из них и парков они есть и соответственно в этом реестре и они пошли сертификацию когда инвестор либо резидент заходит в российскую федерацию либо другой регион и ищет там индустриальный парк он не совсем наверное понимает что сколько у нас индустриальных парков и куда он может попасть и в этом плане наверное есть риски для инвестора потому что что с теми остальными банками которые не вошли ни в реестр они прошли сертификацию они такими не являются либо они требования не соответствуют для резидента и для инвестора здесь будет большой вопрос как бы данные по соответственно резидентам они также разнятся и по данным ассоциаций и по данным гисипа причем ну где-то они отличаются практически ну допустим по 2018 году на на 900 компаний таким образом у нас есть то есть наверное задача либо проблема которая была обозначена в начале сегодняшней встречи в том что нужна унификация данных я думаю что она нужна только на уровне двух или трех министерств но и на уровне отраслевой ассоциации потому что по факту есть разные требования есть разные органы которые проверяют там либо организации которые проверяют на компании управляющих компании и индустрии парки на соответствие мое предложение может быть не настолько революционно как айрата но попытаться изменить сам порядок аккредитации либо сертификация ассоциации индустрии индустрии парков установить единое требование определив предметном точном части органы которые учитывают ассоциации индустрии парков запоручить ассоциации индустрии как сейчас делается сертификация может быть у кого-то это вызовет удивление либо отторжение но я думаю что учитывая что ассоциация существует уже давно она стала накопить необходимы полномочия и компетенция для того чтобы эту работу делать в части наверное здесь нужно сказать что при этом случае необходимо будет ускорить форму отчетности так и для ассоциации и еще один вопрос который тоже хотел бы задумать это установление статуса управляющей компании об этом уже сегодня затрагиваю я думаю что на первом этапе можно будет изменить точнее внести изменений на закон о промышленной политике восстановив там во-первых статус резидента потому что да там есть управляющая компания но нет резидента собственно того для кого эти инфраструктура делается это первое а второе я думаю что можно установить в опять же законе промышленной политики полномочий и функции управляющей компанией аналогичные управляющей компании торов либо особенно на месте зоны здесь на сайт в больнике ну и что нам это даст в микрофон в микрофон Продолжение следует...